Здравствуйте! Мы готовы вспомнить и оценить самые заметные события минувших 7 дней. Меня зовут Ульяна Ашимова. И вот главные темы этого выпуска. Уборка очень сложная. Обычно мы 10-15 дней выбирали. Битва за урожай с погодой. Сколько зерна аграрии успеют собрать и куда продать? Были до этого ярмарки, мы не ходили. А вот когда мы приехали, мы специально пришли. Продовольственная безопасность страны в натуральном выражении. Что будем есть сами и чем сможем накормить страну? Начнем с темы, пожалуй, наиболее актуальной. В область идет самая настоящая битва за урожай. К капризам североказахстанской погоды местные аграрии уже успели привыкнуть и стараются максимально нивелировать. Ее влияние на урожай, а значит и доходы, используя подходящие для нашего климата сорта, технику нового поколения и четко следуя рекомендациям аграрной науки. В прошлом году, к примеру, весь вегетационный период и вся уборка прошла под дождем. В памяти и очень сухая весна, когда спасала урожай только вовремя проведенное снегозадержание. Но такого сезона, как в 2014 году, не было давно. Из-за отсутствия дождей в начале лета всходы появились поздно и отодвинули вегетационный период почти на месяц. А затем дождливый июль не дал этим всходам созреть и развиться в срок. Была надежда на то, что урожай сможет дойти уже осенью. Буквально еще месяц назад Минсельхоз давал оптимистичные прогнозы относительно качества зерна нового урожая. Но в главных зерносеющих регионах страны сначала начались дожди, а потом, в прямом и переносном смысле, снег на голову. И это поставило под большой вопрос сбор полновесного колоса в этом году, как по объему, так и по качеству. Тот хлеб, который все-таки удастся убрать, будет классом ниже. А это значительные финансовые потери. О переводе тонн в деньги чуть позже, пока о качестве зерна и его количестве. Сейчас еще сложно оценить потери. Местные аграрии делают все, чтобы к концу этой недели завершить с уборкой. Тогда и посчитаем, сколько недополучили. Изначальный до октябрьского снега прогноз, к слову, делали в размере чуть больше 5 миллионов тонн в нашей области и порядка 17 миллионов в республике, из них 8 миллионов тонн на экспорт. Впрочем, в понедельник на брифинге вице-министр сельского хозяйства Сапархан Умаров в своих оценках был уже более сдержан и говорил о 15,5 миллионах тонн. И о качестве. Оно тоже сильно пострадало, вполне ожидаемо. Влажность от 25 до 31%. Естественно, сушить такое зерно труднее и дольше. В области сейчас работают 50 элеваторов. Есть среди них и те, что оборудованы по последнему слову техники. И даже с таким сложным зерном могут работать. К примеру, на элеваторе Киялы-Остык в сутки принимают до 1000 тонн зерна. Принимаем зерно разного качества, ограничения по влажности нет на сегодняшний день. Сушилки работают две, топливом обеспечены. Сушилка стоит нормальная, ГР50 на 2. Как бы она позволяет нам снять за один проход до 14% просушить зерно. Было бы будет она 35-30, разницы нет. В Веренице идут машины с влажным зерном и сюда, на элеватор Петропавловска-Остык. Здесь принимают по 500-600 тонн пшеницы в сутки. Зерно поступает с повышенной влажностью. Влажность составляет свыше 30%. На данный момент элеватор загружен на 60%. Работа ведется в круглосуточном режиме. Работают три зерно-сушилки, суммарная мощность которых составляет 102 тонны в час. Так что привычное для наших широт зерно третьего класса сейчас очень тяжело и очень дорого дается. И стоит большой вопрос о рентабельности зернопроизводства в этом сезоне. Продкорпорация установила цены на пшеницу в нынешнем году очень рано, в начале сентября. И они оказались на 3% выше, чем в прошлом году. 35 тысяч тенге за тонну для плательщиков НДС и 33 950 тенге для неплательщиков. Но на этой неделе, в понедельник, глава Минсельхоза заявил, что покупать пшеницу третьего класса в госфонд будут еще дороже, по 42 тысячи. Но и это еще не все. Впервые за долгое время в Казахстане закупают у аграриев фуражное зерно, то есть четвертого и пятого классов. К слову, его в этом году на редкость много. На сегодняшний день цена закупа пшеницы четвертого класса составляет 35 тысяч тенге за тонну. На пятый класс и на ячмень мы установили цену в размере 30 тысяч тенге за тонну. Это позволит нашим аграриям получить достойную оплату за свой труд, а также рассчитаться по своим финансовым обязательствам, которые были приняты весной. Комбайны на снежных полях – картина, конечно, непривычная, но всю эту неделю в области продолжалась уборка. Даже в таких, казалось бы, невозможных условиях у тех, кто не успел до снега, есть три варианта. Попробовать убрать сейчас из-под снега, рискнуть и подождать, пока снег растает, а потом ударят морозы, но уже без снега, либо подбирать остатки зерна уже весной. Так, оказывается, уже делали. В 2012 году после урожая 11-го, тогда не у всех хватило ресурсов убрать и сохранить такой обильный хлеб. В этом случае в объеме потеряют не сильно, зато качество пострадает. В общем, вне зависимости от статуса хозяйства, его крупности и оснащенности, уборка давалась и дается очень тяжело. Вместо обычных двух недель она растягивается на месяц, а то и больше. Каково положение дел на полях, своими глазами увидела моя коллега Александра Солмина. Погода в этом году преподнесла немало сюрпризов аграриям. Позднее созревание хлебов, дожди, раннее наступление зимы – все это чинило препятствия уборочной страде. Тем не менее, хлеборобы региона в битве за урожай использовали все возможности. Работа и сегодня идет на полях агроформирований. Есть и хозяйства, где уборку уже завершили. В товариществе с ограниченной ответственностью Гагарина Каинского района зерновые убрали со всей площади. Это 1418 гектаров. Пшеницей было 680 гектар, 200 гектар речменя и рапс 438 гектар. В этом году уборка очень сложная, так как погодные условия дожди затянулось. Обычно мы 10-15 дней, от силы 10-15 дней выбирали. На этот раз на уборку ушло больше месяца. Результатом здесь довольны. Получили неплохой урожай. С 1 гектара собрали по 20 центнеров пшеницы, ячменя 25 и 23 центнера рапса. Говорят, смогли управиться благодаря большому желанию и упорному труду. Работали с 8 утра до полуночи. А еще государство помогало. С субсидиями, горючим вовремя предоставили дешевые. И на сегодняшний день объявили новые расценки цены пшеницы 42 тысячи. Третий класс, пятый класс 30 тысяч. Это очень радует крестьян, потому что это большая подмога государству. Не подкачала и техника. В арсенале хозяйства более 15 единиц. Три из них появились лишь в прошлом году. Приобрели в Лизинг Джон Дир и вот этот Акрос. На нем трудится Саян Карамсаков. Говорит, работа с новым оборудованием пошла быстрее. Конечно, лучше, чем на бывшей технике. Енисеи вот эти, Нивы, конечно, вот эта техника лучше. Здесь и кондиционер стоит, и печка. Внутри уютно. Все комфортно сделано. Прям хорошо. С помощью вот этой вот новой техники мы успели вовремя убрать все. Пшеницу полным ходом сегодня убирают и в товариществе с ограниченной ответственностью «Салют». Всего же в Акаинском районе 98 агроформирований. 10 из них завершили уборочную страду. На сегодняшний день 163 тысячи гектаров у нас при плане убрано 118 тысяч гектаров. Урожайность составляет где-то 16-17 сантиметров с гектара. На сегодняшний день, значит, работает 98 хозяйств, 228 комбайнов. Работают организовано пятиразовое питание, двойная оплата труда, работают две смены. В районе используют все возможности, чтобы завершить уборку урожая на этой неделе. Всего по области зерновые сегодня убраны на полях 341 хозяйства. Вполне резонный вопрос возникает о цене на муку и хлеб. В Министерстве сельского хозяйства на это заявляют, что в регионах республики достаточно зерна для стабилизации цен на хлеб. К тому же в марте этого года по всей стране были заключены меморандумы, согласно которым стоимость хлеба удерживается на приемлемом уровне. А в Петропавловске на прошлой неделе в городе Кемати дополнительно подписали меморандумы с 11 пекарнями, так что цена на стратегически важный продукт растения будет. Для этого у местных властей есть определенные средства. Из резерва правительства для стабилизации цены на хлеб выделено 5,6 миллиарда тенге. Они идут в том числе и на возмещение затрат зерноперерабатывающих предприятий. Вместе с этим Казахстан будет выполнять свои экспортные обязательства по зерну. Несмотря на такие сложные погодные условия, у нашей страны есть для этого все необходимые ресурсы. Начальный запас пшеницы – порядка 1,7 миллионов тонн. И даже при условии производства хлеба на уровне 14 миллионов тонн нам хватает и на внутреннее потребление, и на следующий запас, и на экспорт в объеме порядка 7 миллионов тонн. Кстати, Казахстан обладает землями сельскохозяйственного значения общей площадью 90 миллионов гектаров. Но не только. Это позволило президенту республики Нурсултану Назарбаеву сказать о том, что у нашей страны есть все возможности, чтобы стать глобальным центром продовольственной безопасности. Такое заявление глава государства сделал на Всемирном исламском экономическом форуме, который состоялся в Дубае на этой неделе. Действительно, и в земледелии, и в животноводстве, и в переработке сельхозпродукции за последнее время было принято немало стратегических решений. Одна отраслевая программа «Чего только стоит» бюджет агробизнеса 2020 исчисляется в триллион на митинге. Но здесь не только деньги, но и принципиальные новшества – диверсификация посевов, к примеру, или увеличение поголовья именно высокопроизводительного скота. Впрочем, прежде чем становиться глобальным центром, а значит обеспечивать экспорт, нужно насытить внутренний рынок. И здесь в последнее время положительные тенденции. Вот, к примеру, на этой неделе фирменный магазин на пару открыли две крупнейшие сельхозфирмы – это Казмесопродукт и Зенченко и компания. В спальном микрорайоне буквально в шаговой доступности от потребителя теперь молочные и мясные изделия непосредственно от производителя, а значит дешевле. Как успели оценить наши корреспонденты, цены здесь ниже рыночных на 15-20%. Килограмм говядины в среднем стоит 1200 тенге, конины – 1500, свинины – 1100. Открытие современного мясного магазина – это приятное и значимое событие не только для жителей нашего города, но и для нашего предприятия. Мы в короткий срок создали 15 рабочих мест. Здесь, как видите, представлена продукция мясная, высококачественная, в самом широком ассортименте. Я думаю, что мы дальше будем развивать это направление. Наша точка находилась в магазине «Корона». Площадь маленькая, клиенты всегда толпились. Поэтому решили в 22-м микрорайоне открыть хороший фирменный магазин, совместно с Казмесопродуктом. Ежедневно на прилавки магазина поступает порядка тонны свежего мяса и более 1200 литров молока разной жирности. Учили, в магазине «Всё до мелочей» обслуживают клиентов 6 продавцов. Это просто магазин, в который можно зайти и всё сразу купить. Всё. Мясо, кулятина какую-то, молоко. Мне очень нравится, что открылся здесь у нас в нашем микрорайоне этот магазин. Цены, конечно, не сравнили с другими ценами, очень хорошо. Теперь нам не нужно никуда ездить, всё можно здесь купить, весь товар. Мне кажется, что здесь намного больше выбор, чем даже на базаре. Здесь очень хорошо обслуживают. Люди очень спокойные, вежливые. А сельскохозяйственная ярмарка, которая состоялась в минувшие выходные в Астане, своего рода демонстрация развития продовольственного сектора региона. 760 тонн продуктов, произведённых в Североказахстанской области, продавали в столице по совсем не столичным ценам. Мясо, овощи, мёд и другие продовольственные товары. Стоит ли говорить, что желающих купить североказахстанские товары было много? О том, что такое продовольственная безопасность страны, в натуральном выражении, в специальном репортаже Ксения Куценко. В столице нашей страны, Астане, проходит ежегодная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Североказахстанской области. На главной площади города установили 56 палаток, где представлена продукция из Северного Казахстана. Местные жители спешат приобрести качественный и свежий товар по ценам ниже рыночных. В каждой из торговых палаток выстраивается очередь. Прилавки ломятся от изобилия сельскохозяйственной продукции. Свои товары в столицу привезли более 62 предприятий Североказахстанской области. Всего свыше 760 тонн. Это 15 тонн молочной продукции, столько же колбасных изделий и 10 тонн макаронных. В два раза больше муки и более 250 тонн других продуктов питания. На 253,5 миллиона тенге представлена продукция. Ассортимент где-то составляет порядка 100 наименований. Продукция очень качественная. Останчане с большим удовольствием ждут нашу продукцию. Они любят очень пылайское наше масло, любят мамлюцкую муку и другую продукцию. То есть они пользуются брендами нашей Североказахстанской области. Эта ярмарка – своеобразный итог работы тружеников Северного Казахстана. Вот уже пятый год фермеры и товаропроизводители нашей области демонстрируют жителям столицы свои достижения в аграрной сфере. Посетили ярмарку и представители местной власти, депутаты городского маслехата. Они ознакомились с ассортиментом товаров ценами на реализуемую продукцию. Секретарь городского маслехата Сенсисбай Исильев отметил важность проведения подобных ярмарок. Ведь реализация продукции отечественного производства позволяет лишний раз убедиться, что агропромышленный комплекс страны развивается на должном уровне. Проводить такие ярмарки стало давно традицией. Это сближает области, страны и столицу Казахстана. Можно назвать это выставкой достижений. Североказахстанская область представила богатый разнообразный ассортимент плода овощной, мясной, мучной продукции. Казлардинская область славится своим рисом и рыбой. Вся продукция свежая, качественная. Мы благодарны руководителям, труженикам областей. Труженики села из 13 районов Северного Казахстана принимают участие в ярмарке. Это палатки района имени Габита Мусрепова, где представлен богатый выбор мясной продукции, меда, овощей. В район сегодня планируют реализовать и поставил на рынок, на торговые площадки, свыше 20 тонн продукции, 10 туш говядины, 3 туши лошади, 20 туш баранины, 10 тонн картофеля и другой овощной продукции и 5 тонн у нас сегодня выставленный наш мед. Отличное качество продукции нашего региона знают и любят в Астане. Фануза Колпакбаева была на ярмарке сельхозтоваропроизводителей Северного Казахстана в прошлом году. В этом вновь ждала приезда северян. Уходит с ярмарки с полными пакетами мяса, овощей и молочной продукции. Приемлемые цены, очень приятно. Я сегодня покупала, как говорится, все – и яйца, и муку, и картошку, мясо. Пользуются большой популярностью и продукция наших птицефабрик. Предприятие Козлажарского района привезли порядка 54 тысяч яиц. 18 тысяч из них реализует ТО от АСК. Фабрика представила несколько торговых марок. Например, в состав яйца марки «Петропавловская полезная» входят натуральные каротиноиды, что делает продукт вдвойне полезнее. Используют на предприятии и новые технологии. Торговля идет активно. Для покупок не хватает рук. Останчане отмечают, что североказахстанские товары всегда отличаются качеством и доступной ценой. Она на 15-20% ниже рыночной. Хочу поблагодарить организаторов выставки за такое прекрасное оформление, за то, что большой ассортимент, молочную прекрасную продукцию вашу знаем, Зенченко. Цена очень приличная, поэтому мы купили много. Знаем, какая продукция выпускается у вас. И приехали специально, чтобы приобрести. Мне нравится, и я пришел выбрать. Хотя были до этого ярмарки, мы не ходили. А вот когда вы приехали, мы специально пришли. Выбор большой, мне это очень понравилось. И цены приемлемы для народа. Вот вы же сами видите, сколько здесь. Везде очередей. Все хорошо, вы знаете, яички вот купила, говорят, желтый-желтый желток, так что они там на травке выращенные. Потом мясо купила, хорошую, такую говядину хорошую купила. Северо-казахстанская область богата и талантами. На ярмарке свои работы представили мастера прикладного искусства. Яркие, насыщенные цвета, живописные пейзажи. Свои работы на ярмарке представили и северо-казахстанские художники. Каждая из этих картин передает красоту и богатство природы Северного Казахстана. Балатбек Калдыров больше восьми лет занимается резьбой по дереву. В столицу привез свои лучшие работы. На изготовление каждого астау уходит примерно месяц. Привезли астанчанам, показать свое мастерство. Изготавливаем астал, хумызные наборы, панно, художественное панно, колыбели, сувениры. Работаем как плоско-рельефно, так и барельефно, в разных стилях. Из цельного дерева клей практически не применяем. Все натуральное. Помимо торговых площадок установили четыре юрты. Каждая в красочном убранстве отличалась национальным колоритом. А близ них качели Алтыбакан, на которых с удовольствием каталась молодежь. Веселое праздничное настроение жителям столицы в этот день дарили северо-казахстанские артисты. В большой концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы нашего региона. Порядка 170 артистов. В репертуаре танцы и песни многонационального Казахстана. Вы смотрите итоговую программу МТРК и мы продолжаем. На этой неделе Петропавловск принимал приграничный форум молодых депутатов. Уже, кстати, второй. В прошлом году инициатором такого казахстанско-российского диалога стали молодые депутаты нашей области. Место встречи решили не менять и на сей раз. Но форум стал более многочисленным. Представлены четыре региона Российской Федерации. Это Омская, Курганская, Цюменская области и Горный Алтай. А также шесть областей Казахстана. Тему сформулировали очень широко и обсуждали актуальные накануне вступления в силу правил Евразийского экономического союза «Возможности для совместного развития предпринимательства». Говорили об общественных инициативах, которые можно внедрять и здесь, и в России. Ну и, конечно, шла речь о развитии местного самоуправления. В этом направлении сейчас Казахстан делает очень решительные шаги. Самоуправление – это вообще некий тренд нынешнего развития политической системы Казахстана. Децентрализация власти, передача веса от центра к регионам – это все в виде тезисов в долгосрочном плане развития страны до 2050 года. И уже работает новый закон о местном самоуправлении. В нем, кстати, и прописано, что Акимов сельских округов в Казахстане теперь выбирают, причем депутаты рай маслихатов. И стоит сказать, что именно сейчас, не раньше, наша страна оказалась готова к такому принципу организации власти. Ведь сначала большая часть людей вообще с трудом представляла, что такое местное самоуправление. Может, мы боялись ответственности или просто не хотели лишних проблем. КСК-то создать было непросто, не говоря уж об управлении населенным пунктом. Но время все расставляет постепенно на свои места. Работа депутатов, например, уже далеко неформальна. У них соответствующие полномочия, что радует у большинства и активная гражданская позиция. Более того, среди них все больше молодых. По итогам последних выборов 2012 года число депутатов маслихатов разных уровней младше 30 лет увеличилось на 70%. И это позволило даже создать ассоциацию молодых депутатов Казахстана. Впрочем, нельзя сказать, что в результате получилось очень уж внушительное количество. Просто изначально до этих выборов по всей стране в маслихатах работали всего 23 молодых депутата. О том, что позволило так значительно омолодить представительную власть и зачем это в принципе нужно, поговорим чуть позже. Ждем в студию гостя, председателя Республиканской ассоциации молодых депутатов, пока о прошедшем форуме. Он, как я уже сказала, второй и встречались на сей раз как старые знакомые. Дело в том, что контакты, созданные год назад, активно поддерживались на протяжении всего этого времени. Учитывая первый приграничный форум, мы наладили контакты и начали более тесно сотрудничать с двумя регионами Российской Федерации и внутри Казахстана. Этот форум уже рассчитывается на более тесный контакт не только в рамках форума, но и помимо форума, то есть по линии предпринимательства, помимо депутатов, то есть по линии законодательных собраний. Утром в первый день форума участников принимала Кимобласти. В этом зале уже были достигнуты стратегические договоренности и с бизнес-структурами Российской Федерации, и с представителями посольств. Теперь сотрудничество по линии депутатского корпуса – дополнительная возможность для взаимного развития. Приоритетным направлением межрегионального сотрудничества с российскими коллегами является не только торгово-экономическое связи. Достаточно эффективно развивается взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспортного сообщения, обеспечения приграничной безопасности, совместного предупреждения чрезвычайной ситуации и борьбы с преступностью. Молодые депутаты сегодня активно включились в эту работу, обмениваются опытом, находятся в постоянном контакте. Это качественно новый уровень в отношениях соседствующих стран, подчеркнул Ерек Султанов. Гости главы региона поддерживают. Лишь сообща можно добиться хороших результатов, считает губернатор Кургана Сергей Руденко. Хотелось бы, чтобы сегодня, кроме того, что мы были некие социокультурные связи, хотели бы, чтобы они завязались эти связи и на уровне законодательного собрания, для того, чтобы принимать решения, которые будут направлены на интересы всех молодых людей и всех проживающих на территории каждого региона. Форум на сей раз длился два дня, причем в нем принимали участие не только те, кто имеет мандат, но и те молодые люди, у кого есть для этого неплохой потенциал. Это, в частности, активные лидеры молодежных организаций, ну и плюс другие представители гражданского общества, госорганы и предприниматели, о чем говорили на диалоговой площадке, узнала Ксения Куценко. На специально организованной для средств массовой информации пресс-конференции в первую очередь говорили о цели проведения этого форума. Молодые депутаты приграничных районов собираются в Петропавловске уже второй год. В этот раз вновь инициаторы североказахстанцы. Сегодня гостей приглашено больше, что позволит расширить границы сотрудничества. Главы государств в рамках сотрудничества и добрососедства развивают идеологию более тесного экономического сотрудничества в рамках Евразийско-экономического совета, который буквально с 1 января стартует. И наша задача от молодых депутатов, чтобы не оставаться в стороне от процессов, которые происходят в регионе, а так как население доверило мандат и строение интересов как молодежи, так населения, наша задача – продвигать общую государственную идеологию. Каждый из молодых депутатов Казахстана и России приехал в Петропавловск со своими идеями и предложениями. Участники встречи надеются, что в руках инициативной и предприимчивой молодежи они получат реальный шанс стать механизмами действия в работе, полностью воплотиться в жизнь. Немаловажная возможность обмена опытом между странами. Республика Казахстан занимает первое место по вложению иностранных инвестиций в Омский регион, поэтому очень большие у нас надежды на взаимное сотрудничество не только в области предпринимательства, а также мы надеемся на обмен опытом с молодыми депутатами Республики Казахстан и реализацию совместных любых проектов. После общения продолжилось в зале. В разговоре приняли участие не только молодые депутаты, но и студенты, представители молодежных организаций. Как показывает практика, казахстанцы молодым доверяют. На сегодняшний день из 217 депутатов в нашей стране 2,5% еще не справили 30-летие. Это сказывается и на качестве управления, считает Сурдаш Тикенов. Ведь представители поколения НЭКС стараются смотреть на вещи с разных точек зрения, шагая в ногу со временем. Молодежь очень активна в Казахстане. Вот это мы можем перенять к нам в республику. Я самый молодой депутат в парламенте Республики Алтай. В ходе дискуссий, общения, думаю, много полезного подчеркнем из этого форума. И, возможно, найдем какие-то конкретные варианты сотрудничества Республики Алтай, Республика и Казахстан. Тема форума – местное самоуправление, предпринимательство, общество. Акцент в разговоре на совершенствовании работы в этих трех направлениях. Продлится он два дня. В программе также проведение мастер-классов и посещение производственных предприятий Северного Казахстана. Одной из целей форума организаторы назвали формирование позитивного имиджа молодых депутатов в сознании гражданского общества. Выходит, что пока с имиджем что-то не так. Между тем, чтобы стать депутатом, нужно победить на выборах. То есть, получить мандат как раз-таки от своих избирателей. И в этом отношении молодые депутаты и депутаты с опытом, в общем-то, в равном положении. И, тем не менее, зачем молодым депутатам Республики понадобилось объединяться в ассоциацию? Поговорим об этом с ее председателем, депутатом Кокшетауского городского маслехата Олегом Толкайловым. Олег, здравствуйте. Очень рада приветствовать вас у нас в студии. Но, в первую очередь, конечно, поинтересуюсь впечатлениями о форуме. Что полезного вы для себя вынесли из него и чем вы смогли поделиться? Потому что форум был все-таки приграничный, и приехали ваши российские коллеги. Приветствую вас. У нас состоялся второй приграничный форум молодых депутатов Казахстана и России. Он является уже традиционно вторым, который проходит на территории Северо-Казахстанской области. Данная площадка единичная, аналогов в Казахстане нет. Поэтому все внимание и молодых депутатов, и приграничных регионов, и непосредственно наших соседей прикованы именно к городу Петерпавловск. Задачей форума было объединить депутатов приграничных регионов, как Казахстана, так и России. Первая наша задача, главная наша задача, это дать возможность для диалога ребятам познакомиться. Потому что если можно принимать какие-то решения, меморандумы, но самая главная задача – это знакомство, налаживание контактов, чтобы ребята понимали, что они занимаются той или иной сферой. И есть соседи, есть и те партнеры, которые так же работают, так же развиваются. И как бы то ни было, это должна быть такая внутренняя здоровая конкуренция. Потому что именно благодаря обмену опытом на форуме были разные площадки. То есть мы затрагивали вопросы местного самоуправления, предпринимательства и, безусловно, развития гражданского общества. И в этих трех направлениях депутаты могли посоревноваться в той сфере, в которой они имеют опыт, и обменяться контактом, обменяться опытом, то, как эта система работает, и важность именно понимания, что необходимо объединяться, сотрудничать. Интересно примеры услышать. Вот вы говорите взаимодействие, сотрудничество, обмен опытом. В каких вопросах оно состоялось в этот раз? То есть по каким темам? Конкретно по ключевой вопрос, это было развитие местного самоуправления. То есть принцип работы, например, в Казахстане у нас депутатский корпус на областном, городском, районном значении. Пример России, там есть депутаты на уровне поселковых формирований, то есть как у нас сельские округа. Вопросы благоустройства, озеленения, работы с населением у нас очень такие родственные. Потому что менталитет практически один и тот же. И в рамках посещения мы посещали микрорайон Береке, который строится непосредственно для молодых семей. И коллегам очень этот принцип понравился, потому что всегда традиционно молодым семьям выделяют жилье в общем доме, то есть там одна, две, три квартиры и вот в таком формате. Здесь практически отдельный микрорайон, отдельная спортплощадка, дворовая территория. То есть когда молодое поколение, молодые люди практически одного возраста с молодыми детьми, это, как сказать, такой некий социум, где непосредственно ребята развиваются, ребята растут. То есть это и карьерная сфера, это и развитие семьи, то есть один, два, три, четыре ребенка. И вот этот пример очень понравился. А вы упомянули о том, что вас заинтересовала структура представительной власти в Российской Федерации. Насколько эта структура применима у нас? И есть ли какие-то варианты того, что она будет внедрена? Я имею в виду вот те самые депутаты на уровне поселковых каких-то образований. Мы не ведем речь о внедрении тех или иных систем. То есть система в нашей стране устоявшаяся, в России тоже и своя система устоявшаяся. То есть для нас просто было интересно, что у них даже на уровне поселковых, вот и на сельских кругах есть свои депутаты. То есть за счет этого увеличивается количество депутатского корпуса. Но, безусловно, примеры наших городских депутатов, районников показали тоже наш опыт работы по сотрудничеству с населением. Мы также презентовали, как у нас работает система, мы развиваем сеть советов местного совмуправления, где непосредственно руководителем является представителем депутат с активизацией и аксакалов, и пенсионеров, и школьников, и студентов, и рабочую молодежь, рабочий класс. И этот пример очень даже понравился. Никакой фантастики. То есть конкретные реалии. Сход микрорайона, двора собирается. Определяет ключевые направления по благоустройству, по организации досуга, по развитию тех или иных инфраструктурных моментов. И данные инициативы потом уже депутатам продвигаются на уровне исполнительной власти. Но при этом, не дожидаясь результатов рассмотрения в Акимате, население уже само участвует в озеленении, в приведении в порядок дворовой территории. Это цель и задача, или это уже работает? У нас, получается, с 2012 года мы внедряем систему советов местного самоуправления, где непосредственно это среди молодых депутатов у себя в округах. На территории города Петропавловск у вас молодой депутат Виченко Владимир, хотя и молодой, но очень опытный в плане развития этой тематики. Также проводились ряд акций «Наш двор», «Работа с населением». То есть наша задача, чтобы как можно больше населения понимало, что ожидать, пока исполнительная власть придет, благоустроить не нужно. И вот в том году были ряд примеров, когда население принимало участие, по крайней мере, в субботниках. На начальном этапе тоже достаточно, чтобы создать комфортное условие. Дальше больше. Наша задача в этот процесс максимально вовлечь депутатов. Потому что депутат, он, во-первых, является представителем от населения, то есть представительный интерес, но при этом обладает рычагами власти, то есть как представительная власть. Поэтому наша задача использовать этот ресурс, и чтобы молодой депутат в сознании общества стал не просто как депутат по возрасту молодой или неопытный, в плане, что жизненного опыта очень мало, а конкретно депутат, который продвигает ключевые инициативы как своего микрорайона избирательного округа, так и инициатив в рамках межгосударственного сотрудничества. Ну вот немножко вернусь чуть выше, вы сказали, мы, наши, это, видимо, имея в виду ассоциацию молодых депутатов, да, она была создана в 2011 году, и первый мой вопрос, зачем? То есть какие цели и задачи вы тогда преследовали? И вот сейчас, когда прошло уже определенное количество времени, я считаю, достаточно, что можно сказать, что уже получилось? И что, с другой стороны, пока не получается и вот в рамках таких вот, ну, актуальных проблем? Наша организация была создана в 2011 году, целью которой стало это объединение консолидации депутатов для обмена опытом, для обучения, повышения своей компетенции, квалификации и, самое главное, для проектной деятельности. То есть депутаты в разных округах, в разных регионах нашей страны, у всех своя специфика, то есть начиная от территориальности севера и восток-запад, заканчивая сельскими регионами, промышленными регионами. И наша задача объединить депутатов, чтобы был, во-первых, внутренний диалог между депутатами, в первую очередь для повышения нашей компетенции, для повышения нашей эффективности. Потому что, ну, есть такое, как в гражданском обществе понимание, что без жизненного опыта, без профессиональных качеств очень сложно именно оставить интересное население. Поэтому наша задача, именно когда есть объединение в рамках нашей организации, есть внутренние конкуренции. То есть, вот, например, по регионам наиболее активно у нас Северо-Костанковская область, Ак-Тюбинская область, Павлодарская область. Это те областя, которые, во-первых, депутаты в своих округах активно работают и при этом занимаются общественно-социальной работой по работе, именно по взаимодействию с депутатами в целом области. В рамках нашей двухлетней работы, благодаря поддержке и партии Нуратан, и непосредственно Академии Госпрометрии Президенте Республики Казахстан, ребят обучали. То есть, начиная от блогосферы, заканчивая, что такое местное самоуправление, как работать с населением, ораторское искусство. То есть, это повышение компетенции, повышение уровня конкурентности. Стоит отметить, что сейчас есть кому объединяться, потому что маслехаты после последних выборов заметно омолодились. Вот у нас есть данные, что почти на 70% увеличилось количество молодых депутатов. Вот с чем вы связываете это? Есть ли в этом роль вашей ассоциации? Потому что, если выборы в 12-м ассоциация, в 11-м, создается, быть может, была какая-то пропагандистская работа. То есть, как эти люди, которые, в общем-то, молодые, прогрессивные, инициативные, как они получили мандаты, оказались таки в маслехатах? По итогам 2019 года выборов в 15-м, которые состоялись. У нас до 30 лет было 3,9% от общей численности депутатов, и с 30 до 35 – 4,9%. То есть, фактически, на момент выборов по стране общее количество 8,8% до 35 лет от общей численности депутатского корпуса. То есть, это тот костяк, который уже может, ну, как минимум претендовать на возможность двигать свои идеи, обеспечить конкуренцию. Почему произошло омоложение? Потому что вопрос кадрового потенциала, вопрос подготовки кадров Глава государства очень ставит практически во всех своих крупных выступлениях, совещаниях. И наша задача, вот именно в 2011 году, была объединить тех, кто есть. И мы проводили работу, у нас был профильный проект по популяризации идеи среди молодежи, а участие в выборном процессе, а участие молодежи в принятии решений. Потому что ждать, пока за тебя решат взрослые, ну, как минимум, это может быть и хорошо, но если ты участвуешь в этом процессе, если ты влияешь на эти решения, если ты корректируешь и даешь понимание, что это хорошо, но можно делать еще лучше, и мы готовы в этом процессе участвовать и не занимать потребительскую позицию. Поэтому проводили работу в девяти областях, были встречи проводились со студенческим активом, с молодежным активом. Это широко осуществлялось по участию в выборном процессе, независимо, в качестве просто голосующего, в качестве агитатора и в качестве, безусловно, кандидата. Но в этом отношении я считаю, что положительным фактором и играющим на то, что вы сказали, сыграло и то, что в этом форуме приняли участие не только сами депутаты, но и представители молодежных организаций, то есть самые такие активные, прогрессивные молодые люди, которые в будущем, возможно, могут принять участие в выборах не только уже как электорат, очевидно. Безусловно, наша задача была не только объединить и поговорить с депутатами. Присутствовало более 300 молодых людей, то есть это и студенческая молодежь, и активисты молодежной организации. Показать, что вот сегодня, например, есть 28-летние, 30-летние, 25-летние молодые депутаты Казахстана и России, которые непосредственно ставят перед собой такие цели, работают, решают и двигаются вперед. Чтобы заразить молодое поколение, студенческую молодежь, например, показать, что это реально, и в нашей стране, если ты трудолюбивый, стремишься к развитию как личности, так и своей семьи в целом, участие в этом процессе, это реально и можно победить. То есть вы считаете, что вот некое омоложение представительной власти, это все-таки положительный фактор для развития и республики нашей, и, например, Российской Федерации? Это положительный фактор, это естественный фактор. То есть наша задача обеспечить преемственность поколений, обеспечить преемственность опыта, когда старшее поколение, более опытные люди передают свои знания, чтобы не изобретать велосипед, передают все знания, которые уже были наработаны за годы независимости, передать молодым людям, чтобы они просто не тратили время впустую. И вот в этой связи у меня к вам последний, наверное, самый такой главный принципиальный вопрос. Какие перспективы дальнейшего этого омоложения, дальнейшей этой преемственности поколений в представительной власти, и насколько нынешние молодежи, которые пока нет мандатов, заинтересованы в этой работе общественной и, в общем-то, бесплатной, неоплачиваемой? Заинтересованность нашей молодежи, она была, есть и будет, потому что интерес к общению, интерес к диалогу, интерес к сотрудничеству с теми направлениями есть и был всегда. И сегодня вот данный форум дает понимание ребятам, что нужно именно сегодня уже начинать проявлять свою активность, заниматься общественно-социальной работой, реализовать свои идеи и становиться лидером общественного мнения, независимо, в университете, в колледже, в школе, в своем микрорайоне, для того, чтобы, ну, как бы то ни было, лидерские качества нарабатываются в процессе работы. Если молодые люди уверены в своих силах и при этом у них есть уже определенный опыт, они уже полностью готовы к участию в выбранном процессе, потому что депутатская деятельность – это важная школа для любого человека, особенно для молодого, получить тот опыт, который бесценный. Это и сфера ЖКХ, это сфера работы с населением, это работа с властью. То есть, фактически, мы готовим молодых управленцев, которые по итогам своего присутствия и в выбранном процессе в качестве депутатов, уже ребята готовы к управленческим решениям. Они понимают за и против. Они видят и гражданскую позицию, и позицию населения, но при этом видят ситуацию в бюджете. То есть, не все, что хочется нам, все получается согласно бюджету. Поэтому, вот эта возможность быть неким мостом между населением и исполнительной властью – это очень важный опыт. Спасибо большое вам за интервью и за вашу очень нужную для нашей страны работу. Всего вам доброго. Спасибо большое. И в заключение еще об активной молодежи. На этой неделе итоги сезона подвели бойцы студенческих строительных отрядов и отрядов Жасл-Ель. Вселетние каникулы ребята трудились в лесах, парках, дворах и на стройках. Зарплату все получили вовремя, в конце каждого месяца. Она в этом году от 30 до 40 тысяч в тенге. Плюс к этому еще и бонусы от работодателей. Но уже стала традицией проводить закрытие сезона ярко и торжественно. Не изменили ей на этот раз. Кстати, многие активные участники движения лично знакомы нашим журналистам. МТРК весь сезон очень подробно рассказывал о деятельности СССР и Жасл-Ель. За это канал отметили особо. Не могли мы пропустить и торжественное подведение итогов, рассказывает Ирина Панфилова. Таким же большим составом молодежь Северного Казахстана этим летом трудилась в лесах и парках региона. Вносила лепту в развитие строительной отрасли родного края. Сегодня в этом зале подводят итоги работы. Говорят о достижениях, строят план на будущее. В этом году в работе молодежных трудовых отрадов Жасл-Ель приняло участие 323 человека. За время работы студенты обработали более 800 гектар земли, леса, то есть облагородили наш лес, убрали город. Также было высажено более 6000 деревьев по нашей области. Любой труд заслуживает поощрения. Вот и сегодня наиболее активные молодежи вручили заслуженные награды. Студент Есильского сельскохозяйственного колледжа Владимир Васильев поздравления принимает первым. Этим летом, как и прошлым, будущий преподаватель физической культуры трудился в рядах отрядов Жасл-Ель. В этом году мы очищали памятники, чистили питомники от вредоносных растений. Узнал много нового интересного, как бы развил себя в какой-то отдельной деятельности. А студент 4-го курса СКГУ имени Монаша Кузыбаева Руан Шоткин назван лучшим командиром Жасл-Ель. Бойцы его отряда освоили большой фронт работы. К делу подошли ответственно. Сегодня благодаря их труду ели и тополей в Североказахстанской области стало больше. Ребята выполняли все задания хорошо и вовремя. И хороших коллектив у меня было. Я считаю, что каждый молодой человек должен внести такой вклад для развития нашего государства. Потому что мы все должны дружно озеленять нашу страну. Впрочем, плодотворно поработали в этом году не только бойцы Жасл-Ель, но и студенческих строительных отрядов. На возведение Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления в микрорайоне Береке было направлено порядка 300 представителей поколения НЭКС. Сложа руки, ребята не сидели. Наравне со строителями мешали бетон, клали кирпичи, занимались покраской. Не растрачивал летние каникулы впустую и Александр Уваев. В этом году он заканчивает Петропавловский строительный экономический колледж. Работа отстроилась хорошо. Получили много опыта. Много нового узнали. Я был еще и мастером на этом объекте. Не забыли сегодня о тех, кто оказывал поддержку трудолюбивой молодежи. Знак уважения и благодарности эти грамоты, кубки и ценные подарки. Получил награду за освещение и пропаганду работы бойцов и муниципальный телерадиоканал. Сегодня государство всячески поддерживает инициативы молодежи. Только в текущем году на заработную плату бойцов североказахстанских отрядов Жасл-Ель из республиканского бюджета направили 12 миллионов тенге. В планах на будущий год сумму увеличить. Таков информационный портрет этой недели глазами журналистов МТРК. Мы продолжаем находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Я напомню, что эту программу в записи вы сможете посмотреть на сайте mtrk.kz. И оставайтесь с нами. Новости будут. И пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова